Недавнее решение Европейского суда по правам человека разоблачило позицию, которой давно придерживается Армения, согласно которой она не имела контроля или юрисдикции над ранее оккупированными азербайджанскими территориями. Об этом в соцсети Икс сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Он сообщил, что в решении Европейского суда по правам человека от 17 октября 2023 года по делу Хаванисян и Карапихян против Армении указано, что граждане республики Армения Хаванисян и Сарксян в 2009 и 2008 годах были призваны в армию Армении и отправлены в воинскую часть так называемых вооруженных сил Нагорного Карабаха. Отмечено, что в июле 2010 года оба военнослужащих были убиты своими сослуживцами в результате внутреннего инцидента и родители убитых военнослужащих подали в суд иск против Армении с требованием компенсации. Эльнур Мамедов отметил, что суд уже рассматривал вопрос о юрисдикции Армении над упомянутой территорией по другим делам и установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над Карабахом и прилегающими территориями. Эльнур Мамедов отметил также, что Армения давно занимает позицию, согласно которой она не имела контроля и юрисдикции над этими территориями, чтобы избежать государственной ответственности за любое преступление, совершенное на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Если говорить на языке дипломатии, то Евросоюз по правам человека пришел к выводу, что Армения была нечестна, подчеркнул Эльнур Мамедов.